Дорогие друзья, всем привет! И сегодня у меня для вас очередное сенсационное заявление. Я понимаю, что потом многие могут сказать, что да ничего особенного он и не сказал. Поэтому я и говорю, что это очень особенное заявление. И я объясню почему. Вы знаете, я когда пришел в Совет Церквей, то я пришел из мира. У меня не было какой-то такой потомственной баптистской истории. Мой дед не являлся баптистом. И родители у меня из мира обратились. И я всем сердцем верил тому, что мне рассказывают о старших братьях в 61-м годе. Как вот это пробуждение организовывалось в нашей стране. Что это все такое святое, чистое, достойное. Но потом я начал сомневаться. И вы понимаете, почему у меня возникли сомнения. Потому что я видел вокруг себя, что творится что-то неправильное. Я начал интересоваться, стал вникать в тему. И в итоге я в интернете нашел такую книжку Юрия Федоровича Куксенко. Наши беседы. Где он переворачивает историю Совета Церквей. Верхногами. Где он говорит такие вещи, которые произвели на меня впечатление. И я стал понимать, почему мы живем так, как мы живем. Собственно говоря, эта книжка Юрия Федоровича, она строится на двух таких базовых аргументах. На двух китах как бы стоит. Потому что можно сказать, что Юрий Федорович мог где-то преувеличить. Где-то что-то он недопонимал. Где-то он что-то исказил. Ну, каждый человек. И поэтому никто не застрахован от ошибок. Но дело в том, что вот эта книжка, два величайших аргумента, которые существуют вне своей зависимости от Юрия Федоровича. Первый аргумент. Это существование Марии Алексеевны. С которой Геннадий Константинович греховно поступал по отношению к ней. И я, знаете, когда прочитал об этом, я думал, ну, ведь можно же найти Марию Алексеевну. Можно же с ней поговорить. Ведь можно же узнать правду. Потому что она, тем более, даже письмо какое-то написала. Я вот все думаю, вот если бы найти это письмо, может быть, сама Мария Алексеевна уже и в живых нету, как свидетеля. Ну, наверное, где-то и есть это письмо. Ведь можно разобраться в этом вопросе. Вне зависимости от того, вы верите Юрию Федоровичу Кусенко или не верите, вы могли просто поговорить с Марией Алексеевной и сами разобраться в этом во всем. Знаете, когда я подошел к Александру Ивановичу Ниженному, это когда я еще был в Совете Церквей. И вот такой вот человек, который столкнулся с сомнениями про историю Совета Церквей, я начал спрашивать у Александра Ивановича, правда это или нет. И Александр Иванович, так хитро улыбаясь, ответил мне, ну, я свечку не держал. И вы знаете, я подумал, что вот если бы Александр Иванович подержал бы свечку, то он бы мне рассказал бы всю правду. Вот не хватает человеку только свечку подержать. И второй аргумент в этой книжке, который также переворачивается всю историю вверх ногами, это письмо, о котором пишет Юрий Федорович, что Храпов написал письмо из УЗ уже, находясь в УЗах, и в которых он написал, что Крючков это тот, который находится в блиндаже. Он его даже по имени не стал называть, а, ну, так скажем, наименование дал такое ему, находящийся в блиндаже. И потом он пишет, что Бог не потерпит этого человека, ну, подразумевается, что это нечестивый человек, негодный человек в глазах Божьих. И Бог обязательно покарает этого человека. Бог не может вот так вот бросить все дело на произвол, который он делает, ну, и пускай, да. И Храпов говорит, что этот человек замарал себя в моей истории, и сторонники его замарали себя в этой истории, и это негодный человек. И я подумал, как, если такая глыба, глыба, братство, да, а Николай Петрович Храпов, это действительно глыба. Посмотрите, какой он труд оставил. Это и вот это прозаическое произведение «Счастье, потерянный жизни». Мощнейшее произведение. Наравне с этим произведением, ну, ничего не стоит, да. Это величайший писатель ЕХБ в России. Храпов, это настолько сильное произведение, настолько мощное, но его можно сравнить, я не знаю, как там, с величайшими писателями, там, современностям, допустим, Солженицын или, там, я не знаю, Достоевский, да. То есть, Николай Петрович Храпов, это вот, ну, как Лев Толстой, можно сказать, да, в «Братстве ЕХБ», это величина, это глыба. Никто не написал чего-то более значительного, то есть, люди там обычно пишут свои автобиографии, да, вот. Но именно как такое вот серьезнейшее произведение, трилогия Храпова, она, конечно, ну, высота. Да, и она поражает тем, что он пишет все беспрекрас, все как было, все эти искушения, через которые приходилось проходить главным героем этого романа. Он ничего не приукрашивает, он пишет все как есть, и это действительно выделяет его из той литературы, которая есть в ЕХБ. И также он является величайшим поэтом «Братства», да, его стихи «Они поются», «Привет вам Христово, цветущее племя», или вот это вот сильнейшее произведение «Буря, лохмотья, мессия, замедробица». Величайший, величайший стих. И Храпов, он практически всю жизнь просидел в вузах, и, собственно говоря, в вузах и умер. И этот человек называют Крючкова «сидящий в блиндаже». И он говорит, что Бог обязательно должен покарать этого человека. Ну, не может так быть, чтобы он оставался у власти все это время, и спокойно, как будто он праведник, сошел его в могилу. Но мы, к сожалению, знаем, что он сошел его в могилу, как праведник, и даже больше того, успев создав о самом себе миф о том, что он еще и мученик. Потому что его, по версии его же самого, убило КГБ. То есть он не просто праведник, он еще и мученик. И вот, когда я ознакомился с этим, я подумал, что ведь можно же найти эти письма Храпова. Ведь не может быть такого, что он написал эти письма, и потом потомки, ну, какие-то письма, кому они нужны, никому не нужны, и выбросили бы их куда-нибудь. Я думал, что где-то эти письма должны храниться. И вот если бы найти, то можно было бы сказать, что Юрий Федорович не обманул нас всех. Действительно, Храпов – это тот человек, который противостоял Крючкову. И у них была вот эта вот величайшая битва между этими двумя титанами ЕХБ движения. Но я понимал, что я вообще какой-то рядовой брат, нахожусь где-то вообще в далеком Новосибирске. Я, наверное, никогда не смогу этого отыскать. Если бы там, может быть, Николай Степанович Антонюк озаботился бы этими вещами, нашел бы Марию Алексеевну, побеседовал бы с ним, или нашел бы эти письма Храпова, то потом бы он сказал, братья и сестры, все, что мы пишем в нашей истории, это извращенная правда. Это даже не правда, а ложь тогда получается. Нам нужно создать действительно историческую, объективную историю нашего братства, со всеми ошибками, со всеми грехами, все это признать, исправить. Тогда наше братство выйдет на новый уровень. Действительно, тогда то очищение священия, о котором мы так много вещаем, станет действительно практикой нашего братства. Но ничего этого не происходило. И, вы знаете, я поставил себе цель в жизни, но я не знал, как я до нее дойду, и вообще мне не верилось, что я до нее когда-то дойду, чтобы вот эти два аргумента попробовать разыскать. Найти хотя бы письмо Марии Алексеевны, и письмо Марии Алексеевны, которые она отправила в Совет Церквей. Может быть, саму Марии Алексеевну мне уже не удастся найти, может быть, ее в живых нет. И хотя бы найти вот эти вот письма Храпова, где он действительно прочли своими глазами. Неужели он так действительно писал? Я проделал для этого немалый путь. Я завел свой канал, я познакомился с огромным количеством людей, которые были очевидцами тех событий, которые лично знали и Храпова, и Марию Алексеевну, и вообще всю ту эпоху знали, так скажем, всю ее подноготную. Я обзавелся огромным количеством связей людей, компетентных в этих исторических вопросах, и они мне помогли все это дело разыскать, и я хочу вас с этим познакомить. Для меня, для такого, так скажем, вот человека, который со всем этим познакомился, для меня, на меня это лично оказало такое, в свое время, когда я прочитал эту книжку, да, Юлия Федорович, сенсационное открытие. Что это будет для вас, это ваш вопрос, так скажем, но я считаю, что эти два аргумента, они переворачивают историю ЕХБ вверх ногами. Это два величайших открытия, я считаю, вообще в истории МСЦ ЕХБ. И вы знаете, я действительно нашел письма Храпова. Они находятся в Москве, и хранит Вера Юрьевна Катко. Это дочь Куксенко Юрия Федоровича. Если кто-то хочет с ними ознакомиться, почитать, подержать в своих руках. И дальше я вам предоставлю видеосъемку, на которой я показываю эти письма. Поэтому вы можете разобраться. Вы знаете, это наследие верных, которое не нужно вот этим вот верным. Вот Вениамин Хорев создал канал «Наследие верных». И он там по крупицам пытается собрать это наследие верных. И Храпов у него там такой герой, герой, герой. И только была там маленькая проблемка с Крючковым, да, Вениамин Хорев об этом рассказывал. Но просто, как он рассказывал, что Храпов хотел напечатать свою книжку «Дом Божий служения» в нем. А надо было Евангелие печатать в основном тогда. Ну, не был срез там как-то вот. Ну, надо было Евангелие печатать в первую очередь. И вот как бы вот, наверное, Храпов огорчился из этого. Вообще все не так. Вообще все не так. Это полностью вранье. Из-за какой-то там книжки не напечатанной Николай Петрович Храпов не сказал бы, что Бог должен покарать этого человека, что он должен разобраться с этим человеком. Потому что дело Божие идет под откос. Конечно же нет. И эти письма, они переворачивают историю. И вы знаете, вот это вот действительно настоящее наследие верных, которое вот вносит просто гвоздь в крышку вот этой славной истории МСЦ и ХБ. Вот это наследие верных, вот эти письма Храпова, они не нужны Вениамину Хореву. Он их скрывает, он их извращает. Он такой, знаете, вот говорит, что вот я там за братство, вот мы такое наследие. А наследие верных лежит в Москве. И этим верным оно тысячу лет оно не нужно. Понимаете? Тысячу лет оно не нужно. И вот так же мне подарили бумажный вариант книжки Юрия Федоровича Куксенко. И вы знаете, бумажный вариант отличается от интернет-издания, что здесь есть скрины писем Храпова. И вы знаете, здесь есть такая особенность, что тут написано так. О сидящем блиндаже и потом идет какое-то странное многоточие. И потом написано, видимо, допускает Бог до времени его, ну вот этого сидящего блиндажа Крючкова. Но меры непременно примет, да, Бог непременно примет меры, чтобы вот удалить этого Крючкова. Вот это верил Храпов, это была вера Храпова, да, что Бог обязательно разберется с этим негодным человеком, с этим Крючковым. Ведь не может же Бог оставить на произвол свое дело. Придет и вовремя. А дело Божие дороже всего, его надо совершать со всем усердием и не оставлять. Запачкал он себя и в моем деле, как и сторонник его. Величайшие строки, сильнейшие строки Николая Петровича Храпова. Но здесь написано так, о сидячем блиндаже и потом какой-то многоточие. И в интернете задании там тоже что-то непонятное было такое, в виде каких-то точек. И вот тогда у меня была какая-то мысль о том, что а вдруг то, что там вот многоточие, это переворачивало смысл на самом деле, писем Храпова. И может быть здесь какая-то подгонка. Ну что это за многоточие? Что за многоточие? И вы знаете, отыскав письма Храпова, я вам теперь могу продемонстрировать, что это многоточие. Это просто они скрыли имя, кому писал Николай Петрович Храпов. Там было имя Вася. А Вася, это Василий Михайлович Кораблев, пресвитер Ташкентской церкви. Он точно так же был изгнан из Совета церквей. И вот Николай Петрович Храпов пишет вот этому пресвитеру Ташкентской церкви это письмо. И это письмо сохранилось. И я предлагаю вашему вниманию посмотреть на него воочию. Вот они хранятся в такой папочке. Письма Храпова, подлинник. Вера Юрьевна является членом Центральной Московской церкви. Поэтому, если у кого-то есть желание разобраться и найти правду, вы всегда можете это сделать. Теперь вы знаете, где искать. Посмотрите, эти письма Храпова хранятся вот в таких файлах. Я вам дальше покажу непосредственно скрины этих письм. Ну, просто я переживаю, что многие скажут, что это снова фейк, это снова фотошоп какой-то или еще что-то. Поэтому я хотел вам непосредственно показать, как хранятся сами письма. В каком они состоянии. И что они себя представляют. Непосредственно прям эти сами бумажки. Чтобы вы увидели, как они в руках моих находятся, что они себя представляют. Это очень ветхие письма. Им уже больше 40 лет. Они в 80-х годах были написаны. Ветхие бумажки. И они хранятся аккуратно вот в таких файлах. И вот отдельное письмо. На нем написано письмо Николая Петровича Храпова Кораблеву ВМ о сидящем блиндаже Крючкове ГК. Вот непосредственно то самое письмо. Посмотрите. Оно уже такое ветхое. 81-й год. Дата написания. Что оно уже ну как бы истлело и пополам переломилось на месте сгиба. И вот так вот хранят очень аккуратненько. Я сейчас прям достану отсюда это письмо. Я буду держать в руках письмо Николая Петровича Храпова. Посмотрите. Вот такая ветхая бумажка. Ее нельзя часто уже вынимать отсюда. Потому что видите уже здесь уже пошел излом. Это очень ветхая бумажка. Очень ветхая. Сейчас я преподнесу ее вам поближе и продемонстрирую. Так. Вот это письмо. Давайте вместе читать. Вот отсюда. О сидящем в блиндаже Вася И видимо допускает Бог до времени его запятая. Но меры непременно примет запятая. Ведь не может же Бог оставить на произвол свое дело. Точка. Придет и его время. Придет и его время. Запятая. А дело Божие дороже всего. И его надо совершать со всем усердием и не ослабевать. Точка. Запачкал он себя и в моем деле, как и сторонники его. Точка. Давайте посмотрим и сверим с той как бы фотокопией, которая приводится непосредственно в книге о сидящем в блиндаже. И видите, что здесь в книге здесь поставлены три точки. А вот посмотрите, что здесь написано. Вася. Имя Вася. Скрыли имя Вася. Я рад тому, что я смог разыскать эти письма Николаю Петровичу Храпову. Я думаю, что вы тоже смогли убедиться. Если вы не убедились, вы можете приехать в Москву. Вы можете найти эти письма в Москве и прикоснуться к ним. После этого мы понимаем, что Бог, который есть Бог правды, Он живой. И правда она существует. И мы можем прикоснуться к этой правде благодаря таким благословенным братьям, которые оставили ее для нас. Правда есть, и ее можно найти, если у вас есть желание. И к ней можно прикоснуться. И Бог есть Бог правды, и правда восторжествует. И настоящее наследие верных, оно также существует. Но, к сожалению, очень печально, что братство, которое называет себя верным, и которое кичится перед другими тем, что мы храним наследие верных, этим наследием на самом деле не интересуется вовсе. И вот это печаль, и это приговор этому братству. Через всю жизнь из года в год При встрече и в размахе Нас всех ведут, Нас всех ведут, Нас всех ведут, ведут вперед Не повышен и uses Нас все ведут, Нас всех ведут, И не большие ноги В день скорби и печали, И не давали нам упасть. В день скорби и печали, Но в час, когда иссякнет путь, Умокнут речи звуки, Нас в отчий дом перенесут. Невидимые руки Нас в отчий дом перенесут. Невидимые руки